Здание отдела ГИБДД каждый день посещает большое количество людей. Кому-то надо поставить автомобиль на учет, кто-то пришел, чтобы сдать экзамены на водительское удостоверение, некоторым необходимо оплатить штраф. Каждого из них сотрудники ГАИ обязаны обслужить качественно и в срок. Для того, чтобы избавиться от очередей, было построено новое комфортабельное здание, где функционирует достаточное количество окон по приему документов. О работе районного ГИБДД и системе обслуживания граждан рассказывает Юлия Погасьян. Добрый день. Капутик откройте, пожалуйста. На своей новенькой машине из автосалона женщина выехала 10 минут назад и сразу решила поехать в район на ГИБДД, чтобы поставить ее на учет. Предполагала, что эта процедура займет не один час, но перспектива оставлять на ночь машину без номеров была еще хуже, чем бесконечные очереди в ГАИ, к которым мы все уже привыкли. Но автомобилистка была приятно удивлена, увидев, как теперь проходит регистрация автотранспорта. Мне очень все понравилось, все было качественно, быстро, самое главное, что быстро, без очередей, сразу приняли документы, ну вообще отлично. Для регистрации автомобилей в новом здании ГАИ выделено отдельное крыло, где функционируют 4 окна по приему документов и выдаче госзнаков. Здесь предусмотрены столы для заполнения бланков, установлено достаточное количество сидячих мест. Все сделано для комфортного пребывания людей. Ну если вы в старых здания ГАИ заезжали, я думаю, что всем понятно, что здесь удобнее намного всем, и гражданам, и сотрудникам. Большая работа ведется по устранению очередей. Теперь максимальное время, за которое инспектор должен обслужить гражданина, составляет один час. Также внимание уделяется работе сотрудниками. Уважительное отношение к людям и помощь в сложных ситуациях – вот основная задача полицейских. Основное, что мы отслеживаем контроль за временным критерием, чтобы укладываться в административную процедуру, которая по новому введению, новым административным регламентам нам предоставлена. С сотрудниками ежедневно проводится работа, и психологическая, и профессиональная этика. Это все отслеживается. За этим я постоянно сам контролирую и смотрю. Вот такой мы увидели работу сотрудников Ленинского районного ГИБДД в новых условиях. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видно ТВ.